друзья мои всем доброго дня с вами гудбайшку и я азаренко сергей вот сегодня мы с вами поговорим о том что ждет нас на 1 сентября как будут проходить занятия в школах как мы будем изготавливать наши любимые выпускные альбомы а также альбомчики для первоклассников виньетки портреты первоклашек как все это будет происходить сначала я немножко опишу что там по закону у нас до типа должно быть вот а потом озвучу как мы будем с вами работать в дальнейшем вот потому как среди с пандемиями и прочими штуками интересными да могут просто не пускать фотографов в школу в детский сад да но из этого есть определенный выход вот сначала как у нас правительство наше организму решила как будут проходить занятия в школах основную информацию вам дам остальное вы можете естественно почитать в интернете вот самое главное что будут проходить занятия в одном классе то есть один класс в одном кабинете будет все занятия проходить кроме таких предметов как физкультура там химия до который химию соответственно в другом кабинете не сделать поэтому ученики будут там вот пересекаться да также будут проветриваться открываться во время урока коридоры в школах вот а во время перемен будут проветриваться классы раз в неделю там генеральная уборка должна быть ну и так в принципе там при входе всем должны прыскать на руки и так далее вот такие какие-то нюансы да есть по школьной жизни после первого сентября вот вроде как все-таки дети идут в школу вот и соответственно будут заниматься там вот в таком режиме самое интересное что еще будет продумано расписание уроков и перемен я не знаю как это сделают школьные так скажем педагоги чтобы классы поменьше пересекались между собой не знаю как это будет организовано будущее покажет ну может быть и вообще все отменить а может быть и наоборот чего-нибудь пожестче сделаю поэтому будем по ситуации ориентироваться вот это первая часть ну там еще есть какие-то нюансы но это я такие вот особо важные я как бы озвучил да вот значит как мы будем работать что делать если в школу фотографа не пускают на первое сентября дети останутся без виньетки и без портрета дать на первое сентября значит первый вариант можно фотографироваться на улице на улице никто нам не запрещает да так скажем может можно организовать где-то съемку непосредственно у школы не обязательно на территории школы а где-то рядом со школой до в каком парке или просто на улице до фончик всегда можно выбрать и так скажем красиво сфотографировать лишь бы погода позволяла а там все остальное это уже дело техники значит на улице можно пофоткаться также они могут например со школы с урока могут по одному выйти и сфотографироваться даже я думаю и группой тоже в принципе класс можно сфотографироваться это первый вариант второй вариант просто все приходят также по одному в студию никто не мешает значит людям ходить в студии фотографироваться кроме того что это будет прикольный портрет уже со студийным светом красивым да то есть это будет еще и несколько фотографий для портфолио самого ученика да то есть тоже интересно так скажем небольшая мини фотосессия для ученика в подарок на 1 сентября я думаю тоже это очень все классно и да и дает детям определенные эмоции да то есть потом они будут фотки смотреть выкладывать их куда-то мамам мамам бабушкам отсылать радоваться вот такой я первоклашка да вот можно такую фотосессию провести причем где-то минут на 30 до то есть в любой день время записываемся по одному так соответственно можно на один этот день на 2 запланировать можно там в течение месяца например дать задание чтобы каждый ученик пришел в студию сфотографироваться и в принципе из всего этого собрать виньет можно даже по два-три человека приходить да ну там например если у кого-то уже появились сразу друзья то можно и с ними в принципе сфоткаться это если вы уже полноценный альбом заказываете да также в альбом никаких проблем нет добавить простые ваши фотографии с телефона то есть в любом случае они как-то там фотографируются в классе можно специально задать всем задания нафоткать друг друга и также эти фотографии вы отдаете и мы с них собираем какой-нибудь альбом коллаж и так далее вот это тоже как вариант но самый интересный я думаю вариант все-таки студия поэтому потому что вот несколько моментов да то есть первое подарок хороший для ученика но как бы интересно куда-то сходить походка со в студию да не в школу фотограф приходит а идете куда-то празднично одеваетесь красиво приходите вас фотографируют у вас кроме того что тех фотографий которые пойдут в альбом еще и будут у вас фотографии соответственно на память может быть где-то даже на других фонах и так далее потому что студии нет тут несколько зон можно в принципе походка на стоимость альбома это никак не влияет то есть мне без разницы абсолютно где снимаю приглашаете вы меня в школу в сад снимаю в студии так как студия моя то есть вам дополнительно за это платить ничего не придется ну и соответственно ничего не придется платить за фотосессию на улице вот все это уже включено в стоимость альбома кстати если не знаете можно посмотреть на goodby school.ru зайти посмотреть все альбомчики там представлены и скоро добавятся еще новые какие-то варианты так что периодически обновлять но а фотосессии уже нужно задумываться когда у вас будут первые родительские собрания я почему так рано этот ролик выпускаю потому что уже начинают спрашивать вот еще неизвестно что там будет в школах уже спрашивают как нам сделать портрет ребенка на первое сентября но не на 1 сентября имеется ввиду виньетку класса да и сам портрет чтобы ребенок потом все это получил вот поэтому это можно и до 1 сентября собираться если вы уже знаете состав вашего класса уже все распределено можно дать родителям информацию чтобы они до 1 сентября уже подхит потихоньку подтягивались фотографировались и уже соответственно после 1 сентября а может быть есть классы которые и в первое сентября захотят это получить можно уже в 1 сентября уже дать виньетку и соответственно фотографию как тоже типа в подарок вот поэтому имейте ввиду то же самое карта касается четвертых классов до 9 10 11 и так далее с 11 9 можно вообще по городу погулять красиво нафоткаться и собрать из этого альбом плюс опять же какие-то ваши фотографии туда поместить это тоже как вариант вот и есть еще один вариант если вам не один из этих не подходит вот есть еще вариант при котором не надо никуда ходить не в студию не в школу ребенку который идет на первое сентября так скажем просто можно это сделать дом как это сделать это у вас если уже возникнет желание так скажем заняться изготовлением виньетки и портрета вы обращайтесь непосредственно ко мне и я вам объясню на публику это не буду говорить вот как можно сделать виньетку не выходя из дома так скажем тоже хороший вариант многим может понравиться и соответственно будет прикольно тоже я думаю мы такого еще не делали это как бы новое но я думаю можно сделать прикольно и клёво вот поэтому обращайтесь и вам уже все при личной встрече по телефону объясню или приходите посмотреть вот 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 вроде как все сказал поэтому не отчаиваемся идем вперед новые технологии и так далее вот всегда найдем способ обеспечить учеников красивыми фотографиями вот также ну мало ли вы не знаете я не знаю заказывайте съемку на первое сентября пока еще место не занято так как 1 сентября но одно до линейка и так далее у нас ограниченное количество одновременных съемок в один день поэтому заказывайте заранее еще место вакантно так скажем не занято можем организовать вам съемку и видео и фото 1 сентября непосредственно вот можем сделать фильмы про ваш класс и также уже может быть вам стоит задумываться задуматься даже если вы не хотите пока на первое первоклассникам заказывать какие-то альбомы и так далее можно заказать просто фотосессию это будет дешевле без альбома без виньеток то есть фотографии которые потом потом уже через девять там десять лет можно будет включить выпускной альбом уже 9 10 класса какой ты был какой ты стал то есть мы такие проекты иногда делаем у кого сохранились а фотографии первоклашек вот с удовольствием вставляют их в альбом и потом любуются этим делом то же самое касается именно сейчас когда дети уже после каникул садика пойдут в садик первый раз до самые маленькие группы приглашайте фотографа не надо там если хотите конечно можно отдельно будет заказать фотографии распечатать и так далее но обычно достаточно просто фотосессия один день в детском саду там все дети получается фотографируются на портрете на портреты и соответственно по это поселить повседневно и их там что они там делают до первый раз детский сад идут как и опять же вот эти фотографии уже через четыре года когда у них будет выпускной мы вставляем в альбом вот скоро я выложу такой альбомчик новый у нас появился на много разворотов там очень много фотографий делается с разных праздников там да то есть 23 февраля 8 марта новый год выпускной да какие-то осенние праздники до приглашается фотограф фотографируется потом из этого всего по окончанию через четыре года собирается очень крутой красивый альбом который дарит прекрасные воспоминания вашему ребенку и соответственно вам да о том какой он был в саду вот и соответственно я предлагаю просто родителям заказывать вот первый первый раз в детский сад ребенок идет когда у них ну соответственно чуть-чуть наверно времени надо чтоб он там освоился более-менее да ну сразу детки там по-разному себя ведут бывает кто-то плачет да там бесперерывно маму мы к маме хочет чуть-чуть вот они освоились буквально уже можно приглашать фотографа чтобы он провел с ними один день там до с утра до вечера и пофотографировал в разных их так скажем повседневных ситуациях вот поэтому тоже такая давай достаточно интересная тема это каждый родитель получит фотки своего ребенка да может просто так любоваться а можно как я и говорил оформить уже потом для выпускного альбома поэтому вот я считаю это офигенная память у меня вот сын так да вот в этом году выпустился правда выпускной не удался да так ну то есть отменили выпускной сам но все другие праздники мы снимались вот вся наша группа и в самом начале когда он сад пошел фотографировал и сделали вот такой вот прикольный альбом и думают а это офигенно ребят вот вот вы зря 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 этого не делаете если вы это не делаете вот так скажу то есть обязательно подумайте этом в принципе в принципе возможно даже в индивидуальном порядке вот если например даже в сам сад не пускают сейчас в связи с карантином да это можно попозже сделать когда его отменят обязательно ну вот и главное за первый год это успеть сделать да пока ребенок именно маленький первый год пошел в садик да в течение первого года это можно делать я думаю там уже поменьше будут ожесточение и так далее режима вот а можно в принципе и опять же на прогулке это делать то есть они в любом случае в течение дня выходят гулять и можно хотя бы на прогулке их пофоткать также поделать портретики да и также групповые какие-то фотки чтобы потом уже вставить в этот выпускной альбом так что всегда есть варианты да и чё уж говорить и в студию можно приводить вот если в садик не пускают захотели вы такой альбом сделайте вы всегда сможете найти варианты как это сделать да в студию также как школьников по одному ребенку можно привести сфотографировать на под на портрет сидя стоя лежа там подпрыгнув и так далее как угодно и потом все это будет прикольно вот вроде все сказал вот видео фото съемка любая абсолютно также мы фильмы делаем в том числе индивидуально если вы хотите тут конкретно про своего любимого ребенка сделать как он пошел в школу как он пошел в сад как он там учится как он что он делает в течение дня то есть без проблем обращайтесь цену у нас абсолютно адекватные что самое интересное цену у нас на альбомы не менялись уже не знаю несколько лет хотя бумага дорожает все дорожает но цены у нас остаются примерно такие же плюс минус там 100 200 рублей это я думаю не особо актуально и а также гарантирую что эти цены самые низкие среди подобных услуг посмотрите стоимость альбомов в других так скажем агентствах в питере вы все поймете качество у нас офигенная сразу говорю никто не жаловался все круто можно выбрать альбом полиграфию можно обычным фото методом фотопечать и все это можно показать продемонстрировать для детских садов вот такой вот есть у нас каталог в котором все альбомы представлены можно взять в детский сад и выбрать для себя любой самый классный альбом но самое актуальное все у нас конечно на сайте goodby school.ru туда заходите там и цены актуальные всегда и соответственно образцов побольше представлено так как появляются новые все с вами был азаренко сергей goodby school.ru до новых встреч в школе в студии на улице где угодно обязательно заказывайте съемку это ведь память для ваших детей то есть многие это как-то думают пофиг да ну нифига не пофиг это очень потом приятные воспоминания у меня ребенок с удовольствием смотрит свой альбом садика где он еще был маленьким он прям офигел когда увидел в этом альбоме такие свои фотки очень понравилось тем более он это оценит когда вырастет и уже станет взрослым будет все это перелистывать все всем пока